Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за меня в PS 2021, карьера за игрока. И сегодня у нас довольно много жарких матчей. Начинается серия играми за сборную. В матче против сборной Англии мы выходим в стартовом составе. Также сегодня сборная Италии. Два матча в Лиге Чемпионов против Шахтера, матчи в чемпионате. И в общем, ребята, будет довольно-таки жарко, так что поддержите все это дело лайком. Если вы новенький, то обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте. И давайте, ребята, начинать. Сегодня, кстати говоря, будет то, чего в жизни в последние годы мы с вами не видели. Команда из России встретится с командой из Украины. Это, ребята, Зенит и Шахтер. Скоро эти команды частенько встречались раньше между собой, но потом, к сожалению, из-за конфликтов в странах решили такие матчи не проводить. И в итоге давным-давным-давно мы с вами видели только эти матчи. Я считаю, что эти встречи всегда были интересны. Посмотрим, как команды сыграют сегодня, потому что у нас в серии получается сразу два матча зеркальные в группе. И пока что в группе Лиги Чемпионов у нас, в принципе, все складывается неплохо. Но вот в чемпионате наша команда идет на восьмом месте. Отрыв не такой большой, но нужно, ребята, набирать очки. Ну, как мы видим, и ЦСКА там на одиннадцатой строчке, и, по-моему, Спартак с локомотивом где-то тоже внизу. В общем, борьба идет, и у всех команд есть какие-то проблемы, так или иначе. Так что давайте, ребята, начинать. Мне, кстати говоря, подсказывали в комментариях по поводу предпочитаемой позиции на поле. Да, это можно сделать. Вот здесь вот это в меню находится. Также, где и предпочитаемый номер. Но когда нет трансферного окна, как я понимаю, мы запросить этого не можем. Ну, ладно, будем смотреть дальше, ребята. Давайте тогда начинать. Хоть это и товарищеская встреча, но, ребята, показать себя мы должны. Если в «Зените» мы так или иначе частенько выходим играть в старте, либо взамен, то в сборной России пока что мы особо ничем не отличились. Посмотрим, что получится показать сейчас против сборной Англии. Выпустят ли нас против сборной Италии, честно сказать, не знаю. Ну и вот состав англичан. Как мы видим здесь Гринвуд, Стерлинг, Санчо. Весьма такой внушительный состав, хотя это вроде бы и товарищеская встреча. Но, как мы видим, англичане решили выпустить весьма боевой состав. И давайте, ребята, начинать. И можно сейчас выкатывать налево. Здорово. А получится ли ответная передача? Пошла какая-то подача на ближнюю штангу. И, честно скажу, не знаю. Видимо, хотели найти Чалова в нападении, а в итоге попытка уже контратаки в исполнении сборной Англии. Удар по воротам заблокировали. Но на подборе все равно англичане. Ребята, это Ван Бисака. Здорово. Подача на ближнюю Чалов. Нет, он не добрался до мяча. Не знаю, как-то пока все передачи, которые идут на Чалова, не особо он к ним готов. Продавил нас Ван Бисака. Ну а здесь мы уже доработали до конца и не позволили сопернику пробить. Еще одна хорошая передача с Чаловым. Здесь отыгрались. Чалов уже в штрафной. И снова, снова сразу 3-4 футболиста сборной Англии на него накидываются, как коршуны, и не позволяют пробить по воротам. 36-я минута штрафной в исполнении нашей команды. Это подача. И там было положение вне игры. И снова забросик на Чалова. Он принимает этот мяч, делает скидку. Ну и здесь грубовато. Грубовато, конечно, сыграл 22-й номер нашей команды. Это первая желтая карточка под занавес первого тайма. Тоненькая передача. Ну же, удар по воротам. Мяч идет выше. Миранчук. Бил по воротам. Здесь мы отыгрались уже с Дзюбой, который вышел вместо Чалова. И мы делали, в принципе, неплохую передачу. И здесь разыграли здорово. Но вот подскочил мяч перед Миранчуком и ушел выше. Подача в штрафную. Удар по воротам из штанга. И вот уже Акинфеев как-то не ожидал вот этого удара. Футболисты ЦСКА сегодня в какой-то растерянности. Сначала Чалов несколько раз принимал мяч, будто не готов к этому. Сейчас Акинфеев чуть не пропустил. Это Харикейн. Тонкая передача. Рахим Стерлинг проталкивает мяч в ворота. Но Игорь Акинфеев здесь не подводит. И Марио Фернандес играет просто на вынос. Нас, друзья, поменяли 15 минут до конца. И смотрим, как закончится эта игра. Хороший отскок. Бакаев. Удар по воротам. И гол, ребята. Вот так вот повезло нашей сборной с отскоком. И Бакаев забивает гол уже в переигранные 30 секунд добавленного времени. На мой взгляд, достойно мы держались в этом матче. У англичан хороший состав. Хорошие моменты они создавали. Но вот здесь в концовке получилась такая небольшая паника. И передача от Зюбы, которая проскочила к Бакаеву от футболиста сборной Англии. Это, конечно, подарок. Смотрим еще раз, как все это происходило. Головин. Зюба и вот здесь мяч рикошетит от футболиста сборной Англии. И Бакаев попадает в дальний угол. 1-0. Ну а вот уже, друзья, и игра против сборной Италии. Получилось у нас выиграть у англичан. Каким-то чудом просто наша команда победила. Давайте попробуем теперь забить сборной Италии. Хорошая подача. И вот уже Чалов летел на мяч. Но, к сожалению, не смог пробить точнее. Хороший первый момент, в котором мы, кстати говоря, поучаствовали. Хорошая подача на ближний. Но здесь, наверное, все-таки Чалову хотя бы в створ ворот стоило попасть. Хорошая передача. Ну же! Чалов забить! Что ж ты будешь делать-то? Он пробивает точнехонько в галкипера. Два момента мы создали уже за первые 15 минут. Ну, передача пяткой на Чалова. Еще один удар. Но здесь Донорума забирает мяч намертво. И снова с Чаловым здорово разыграли. Но чуть-чуть сильной получилась передача. И пока держим в напряжении футболистов сборной Италии. Вот еще одна проникающая передача в штрафную. И здесь Донорума играет просто на отбой. А на подборе снова футболисты нашей команды. У нас, друзья, начался второй тайм. Пока что счет 0-0. Мы создавали моменты. И был, наверное, один стопроцентный. Когда мы накинули с левого фланга Чалову. Но он пробил в Доноруму. Да и, в принципе, наверное, на этом все. Но вот сейчас Чалов! Нужно бежать! И он не попадает толком по мячу. И итальянцы снова играют на отбой. Заброс на Чалова! Какой момент! Ну, просто все сегодня создаем для Чалова. А в итоге, к сожалению, забить он не может. Не было никакого офсайда. И он просто не успел переправить мяч в ворота. И Игоря Кенфеев спасает. Отняли мяч. Здорово! И вот он пас на Артема Дзюбу. Который свеженький несется в атаку. И это фолл. Нас, к сожалению, поменяли. Осталось чуть больше 15 минут. И какой галешник, ребята! Какой галешник забивает, по-моему... Да, это Алексей Миранчук. 74-я минута. 1-0. Красиво! С левой ноги в ближний угол Донорума как-то проморгал этот эпизод. И в итоге мы выходим вперед. Но еще есть минут 15. 4 минуты добавил Арбитр. Они уже истекли, ребята. Здесь еще и Дзюба получает по ногам. Бануччи снова его отоварил. В итоге желтая карточка в руках Арбитра. Я думаю, на этом, в принципе, все. Вряд ли здесь получится еще у команд забить. Сейчас у нас, ребята, игра против Шахтера. Мы выходим в старте. Играем атакующего полузащитника. И я послал запрос на предпочитаемую позицию все-таки центрального форварда. Посмотрим, одобрят ли ее. Ну и, в принципе, ребят, давайте тогда отправляться на игру. Нам нужна победа и нужны три очка. Вот они составы. Мы выходим сегодня играть под Артемом Дзюбой. И поехали. В первых двух матчах за сборную, к сожалению, мы не смогли отличиться полезными действиями. Но, тем не менее, мне кажется, мы сыграли неплохо. И уж несколько моментов, как в первом матче, так и во втором, мы для одного Чалова точно создали. Другое дело, к сожалению, не смог забить. Посмотрим, как сейчас получится играть уже за Зенит. В Лиге Чемпионов у нас пока дела идут неплохо. Я имею в виду в группе. Но есть проблемы в чемпионате. Как мы видим, сегодня выходит Кузяев, Бариус, Дзюба. Ну и, ребята, давайте тогда приступать. Артем Дзюба с центра. Мяч разводит. Поехали. Удар по воротам. И уже Пятов забирает мяч. Раздосадованы. Потому что не смогли завить, но неплохо переложили мяч. И снова мы отыгрываемся с Дзюбой. Снова неплохая передача. Аздоев. Нас роняют, но это не пенальти. Он посчитал, что я нарушал правила. А, вот здесь Аздоев дал по ногам. Но, честно скажу, такой момент спорный. Героохен. Хорошая передача. Нет офсайды. Надо подавать. Пас на Артема Дзюбу. У нас снова мяч застается пятого. Довольно легко. Но мы с левой ноги все-таки не лучшие исполнители. Ну, а вот уже и удар Шахтера. Не заметил я, кто это пробивал. Лунев на месте. У нас начинается вторые 45 минут. Первый тайм был довольно равный. Команды создали, мне кажется, одинаковое количество моментов. Чуть поактивнее в начале встречи, наверное, были мы. Потом Шахтер. И к концовке первого тайма было равенство. Забросик. Ну же, ну куда ж Ерохин-то скидывал прямо в руки галкипера. Дал бы к 11-метровой, возможно, было бы поинтереснее. Хотя мы и сами неплохо заскакивали в штрафную. Мне кажется, можно было бы попытаться и пробить. А вот сейчас Артем Дзюба зацепился за мяч. Нужно забивать удар Дзюба из штанга. Тайсон появляется на поле у Шахтера. Мы пока играем без замен. Хочется отметить, что на данный момент, мне кажется, мы справляемся с нашей задачей на поле. Но мы как раз-таки пытаемся создать атаки, играя атакующего полузащитника. И вот здесь мяч, к сожалению, до нас не доберется. И снова неплохо переложили мяч. Удар поворота заблокировали 15 минут. Остается в этом матче, и Шахтер снова идет в атаку. Опасный выход здесь был офсайд, и Тайсон не добрался до мяча. Передача на Азмуна. Здесь Пятов забирает мяч в руки. Время, добавленное арбитром, подошло к концу. И, ребята, у нас ничья 0-0. Ну а вот и результаты других встреч. Быстренько я вам их покажу. Вы посмотрите, кто хочет на паузе. И мы отправляемся дальше. Мы пока занимаем первую строчку. 7 очков у Баварии 6. Шахтер заработал свое первое очко как раз-таки при ничейном результате с нами. Базель с тремя очками на третьем месте. Снова играем дома. Мы играем, ребята, против Роттера, которые сейчас идут вверху турнирной таблицы. Они идут на третьем месте. Нам нужно постараться сейчас взять 3 очка. Мы снова играем под Дзюбой. Точно так же, как и в матче с Шахтером. Неплохо разыграли с Дугласом. Он уже по левому флангу несется в штрафную. Передача. Ну же надо забить. И снова мяч далеко отскакивает от нас. Неплохо. И если прострелить на Дзюбу, но мяч достается голкиперу. Тоненькая передача. Ну же Асдуев. И вот здесь Асдуев уже цепляется за игрока Роттера. И не добирается до мяча. Артем Дзюба. Хорошая передача в штрафную. Удар по воротам. Мяч попадает в перекладину. Ну что за невезение, ребята. Уже, казалось бы, все. Посмотрите, как Дзюба протаскивает мяч. Здесь Асдуев выкатывает нам передачу под удар. Мы перекладываем мяч. Бьем. Мяч, кстати говоря, под Дзюби прокатывается и попадает в перекладину. Ушли от соперника. Заскочили в штрафную передачу. Дзюба. Удар по воротам. Гол, ребята. Ну вот, наконец-таки, хотя бы так, на характере. Под самый занавес первого тайма. Мы забиваем гол. Мы отдаем голевую. Артем Дзюба бьет точно по воротам. Ну и вот здесь, смотрите. Вот здесь я хотел подать. Но так получилось, что мы столкнулись с соперником. И здесь уже Дзюба молодцом. Точно, аккуратно пробивает в дальний. И, ребята, 1-0. Полная доминация нашей команды. В первом тайме один гол мы забили. Но могли забить штуки четыре. К сожалению, где-то немножечко просто не везло. Но радует то, что мы доиграем эту встречу уже до конца. Потому как мы сделали голевую передачу. Это полезное действие. И, ребята, продолжаем. Пять минут до конца. И ротор в атаке. Подача в штрафную. Мы отбиваемся. Удар по воротам. Рикошет. И пора свистеть. Нет, арбитр дает еще разыграть угловой. Пошла подача. Мы выносим мяч. И арбитр свести. Минимальная трудовая победа, ребята. 1-0 над ротором. Завоевываем три очка. И посмотрим, как сыграли конкуренты. ЦСКА играет с Химками. 0-0. Локомотив 0-0 играет с Тамбовым. Спартак побеждает. Побеждает Ростов над Краснодаром. И вот так вот выглядит турнирная таблица. Мы, ребята, поднимаемся на четвертое место. Игра, друзья, против Краснодара на выезде. Снова выходим играть атакующего полузащитника. Вот такие вот составы. И, ребята, поехали. Мы сейчас как раз играем ту самую десятку, наверное, которую ищет в жизни Зенит. Мы разгоняем атаки. Помогаем как раз-таки связать опорную зону и атаку. И посмотрим, как получится сейчас сыграть с Краснодаром, которые на минуточку в прошлом матче проиграли. А сейчас они играют дома. И это будет весьма интересная встреча. Удар поворотом. Спокоен Лунев. А это Мамана. Неплохой заброс уже на нас. Но, к сожалению, тоже защитники Краснодара справляют. Передача пяточкой на Дзюбу. Дзюба бьет поворотом. Зарабатывает угловой. Ну вот хотя бы с Дзюбой у нас пока что есть какая-то сыгранность. Мы частенько вот так вот отыгрываемся. Буквально уже в штрафной пятками. Ну и здесь Дзюба пытался сделать все для того, чтобы пробить поворотом. Угловой удар. И, ребята, у нас примерное равенство. Сейчас подача. Удар ножницами. Это было красиво. У нас, ребята, начинается у вторых. 45 минут. Пока что счет 0-0. И игра довольно равная. И я бы даже сказал, наверное, закрытая. Да, мы могли тогда забить ножницами, но, к сожалению, нам не хватило точности. Но у Краснодара тоже были подходы. Но пока счет равен. Нас уронили. Это не нарушение правил, считает арбитр. Краснодар понесся в новую атаку. Опасно. Заброс за шиворот. Но вот здесь, мне кажется, перемудрили уже игроки Краснодара. Неплохо. Передача налево на Аздо и в Аздо и в штрафной. Подача. Дзюба. Не получилось у Дзюбы пробить. Это Дзюба. Его сбивают. И арбитр снова молчит. Арбитр ничего не добавил к этому матчу. Звечит финальный свисток. И, ребята, 0-0. Игра так и завершилась. 0-0. Как мы видим, Локомотив уступает Уфе. Динамо выигрывает у Рубина. Сочи у Арсенала. ЦСКА и Ростов играют в ничью. Так же, как Спартак и Тамбов. Ротор крупно уступает Ахмату. И вот так вот выглядит турнирная таблица. По-прежнему мы на четвертом месте. Локомотив по-прежнему с четырьмя очками. Шестнадцатый на четырнадцатом месте Спартак. Двенадцатый место ЦСКА. Возможно, у нашей команды еще не все так плохо. Ну, а теперь, ребята, снова Лига Чемпионов. И мы приехали в гости к Шахтеру. Мы снова играем атакующего полузащитника. Снова вместе с Артемом Дзюбой. Выходим в старте. И, ребята, первая игра закончилась 0-0. Сейчас нужно постараться все-таки взять очки. Так как Бавария уже на подступах. Понятное дело, что и Шахтер хочет биться в этой Лиге Чемпионов. Пока что не все получается у команды. Но вот она, домашняя встреча против, в принципе, равной по силе команды. Так что, я думаю, эта игра получится интересной. Первая встреча, которая проходила у нас дома, тоже получилась весьма бодрой. Но команды забить не смогли. Хотя по моментам было равенство. Ну и давайте, ребята, начинать. Шахтер с центра поля разводит мяч. Поехали. Передача на Дзюбу. Неплохо, Ерохин. И сразу же пас на Дзюбу, который выходит один на один. Дзюба бьет поворотом и забивает мяч. Вот такое вот начало. Десятая минута. Артем Дзюба выводит Зенит вперед с передачи Ерохина. Это не получалось у нас в прошлом матче. Хотя были моменты. Но вот сейчас Дзюба просто протаранил оборону. Шахтера. И в итоге, ребята, 1-0. Ну быстро атаку развили прямо с центра поля. Дзюба убегает от защиты. И здесь решил уже не сближаться с голкипером. Ну и как-то Пятов подрастерялся. Не смог помочь команде. 1-0. Ну и вот уже атака Шахтера. По правому флангу. Передача в штрафную. И здесь все спокойно. Заброс на Дзюбу. Но он в какой-то момент остановился. И здесь Пятов легко забирает мяч. Опасная передача. Удар по воротам. И штанга спасает нашу команду. Шахтер взялся за дело. И раз за разом уже проводит все опаснее атаки. Пас на Дзюбу. Выход 1 на 1. Удар по воротам. И штанга уже у ворот Шахтера. Подача. Дзюба. Пятов спасает. Ребята, какая игра. Это Лига Чемпионов. Первый тайм получился довольно жарким. По владению Шахтер впереди. Но по забитым голам и моментам, мне кажется, наша команда была чуть поопаснее. Передача пяткой на Дзюбу. Дзюба. Удар по воротам. Надо побороться. Вверх проиграли. Но на подборе снова футболиста нашей команды. Бариус. Ну что ж такое. Разгоняем атаку. Передача на Шамкина. Шамкин сейчас бежит по левому флангу. Подача на Дзюбу. Ерокин. Ну что ж ты мимо-то проскочил. Нас, ребят, к сожалению, меняют. 72-ая минута. Вышел Дрюси вместо Шамкина. Вместо нас вышел Азмун. И посмотрим, как завершится эта игра. У нас последние 10 минут. Обидно, конечно, что мы не смогли сегодня отличиться. Да, у нас была голевая передача в серии. Но забить голов мы не смогли. Иногда такое бывает. Знаете, от большого желания ты будто перегораешь. Ты хочешь сделать как лучше, но иногда торопишься. И в итоге делаешь как всегда. Смотрим. Не остались последние минуты. Шахтер идет в атаку. Это Додо на правом фланге. Сейчас разгоняет атаку. Будет ли подача? Шахтеру уже терять нечего. Нужно идти и забивать. Минута и стекла. Подача в штрафную. Здесь играет Лунев. И, видимо, ребята, на этом все. Звучит финальный свисток. Эта победа уже стопроцентна. Мы выходим из группы. Радуется команда. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Дальше больше, ребята. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok